Всем добрый день! 27-го число, мы начинаем. Тема плеометрика очень интересная, очень глубокая. Как мы обсудили на эфире с Евгением Калининым, она немножко загадочная и пугающая для нас. Поэтому Алексей Гуляев решил взять слово в свои руки, рассказать свое видение на эту тему. Поэтому сегодня наш спикер – это главный тренер «Динамо Новосибирска», выступающий в этом сезоне в Суперлигии 2, Алексей Гуляев. Его тема – это плеометрика, скорость, ловкость и быстрота. Алексей, передай слово. Спасибо. Добрый вечер всем. Что я должен нажать? Демонстрация экрана, галочка «Оптимизировать» и поехали. Так, а у меня тут такого даже нету ничего. Демонстрация экрана. Лененькая, прям посередине. У меня экран вижу. Вот, все заработало. Так, все в порядке. Заработало, да? Работаем. То есть, я могу уже включать презентацию. Видно, да, презентацию? Хорошо. Так, но я не слышу никого. Борис, тебя не слышу. Меня? Вот теперь слышу, все хорошо. А то просто звук пошел с опозданием. Меня слышно? Все отлично. Все хорошо. Тогда начинаем. Вот. Ну, всем добрый вечер еще раз. Вот. Сначала хочу немножко, грубо говоря, о теме. Вот. О теме, скажем так, этого семинара. Ну, по крайней мере, так я обозначил это дело. Вот. Речь пойдет о ловкости, о физических качествах, о ловкости и быстроте, о скорости как мере быстроты и оплеометрики как методе, скажем так, воспитания скорости и быстроты. Вот. Хотел бы, в первую очередь, для кого этот семинар, для кого этот семинар, я думаю, интересен? В первую очередь, ну, для детских тренеров, потому что здесь я постараюсь осветить те моменты, как подготовить, скажем, и ребенка, и взрослого атлета к плеометрике. То есть будет определенная прогрессия упражнений, через которые человек может научиться, скажем так, без риска для своего здоровья и для максимального своего представления в качестве атлета, совершенствовать свои физические качества в данной ситуации, это скорость. Это первый момент. Второй момент – это для тех, кто самостоятельно тренируется. Вот, может быть, есть такие атлеты, которым будет это интересно. Для тех тренеров, у кого нет, в первую очередь, наверное, это тренеры в университетах, которые не имеют ассистентов по физической подготовке. Вот, ну, и, наверное, для тех, кто не владеет английским, потому что на сегодняшний момент я не знаю такой литературы, которая бы качественно осветила, может быть, я ошибаюсь, пускай меня поправят, именно качественно осветила моменты, как тренировать плеометрику, как тренировать скорость и так далее, и тому подобное. Вот, теперь, что касается, еще один момент хочу, хочу своей благодарности сразу сказать. Вот, благодарность Борису Панкратову за то, что он, скажем так, позволил мне выразить свое мнение по данному вопросу. Благодарить Дмитрия Шумихина за то, что он подтолкнул меня к этому, сказал, что надо, давай, это интересно будет. Вот, и хочу поблагодарить особенно Дениса Малинина, тренер по физической подготовке команды «Динамо» по Сибирску, премьер-линии женской. Вот, потому что знакомство два или три года назад с этим человеком, в общем, достаточно близкое, он мне показал тренеров, на которых можно обратить внимание, литературу показал, которая может мне, скажем так, совершенствоваться в вопросе физической подготовки. Вот, ну и хочу поблагодарить сразу же, скажем, тех людей, на которых я буду ссылаться. В первую очередь, это Майкл Бойл, известный достаточно в мире, тренер по физической подготовке. На его книгу я опираюсь во многих вопросах, и в конце презентации я покажу, скажем, на чьи, на какой источник я опирался. Вот, поэтому, ну, наверное, давайте начинать. Ловкость, скорость, быстроплеометрика. Вот, тут я ссылаю сразу же на Юрия Витальевича Верхошанского, это всемирно известный ученый, соотечественник. Правда, его уже нет в живых, и заканчивал он свой жизненный путь не в нашей стране, а за рубежом, потому что, наверное, не смогли. Вот, и начнем, скажем так, с базовых концепций, ну, что определяет скорость движений в спорте. Вот, ну, если мы возьмем за основу спортивного упражнения, то вот, скажем так, указаны те пункты, которые влияют непосредственно на скорость движения спортивного упражнения. Это быстрота, сила, выносливость, координация движений и внешние условия. Что здесь можно отметить, что, ну, я бы выносливость немножко вынес за рамки, потому что, скажем, время поменялось, и сейчас все идет по-другому. Вот, поэтому я бы хотел в первую очередь затронуть такие качества, как быстрота, координация движений и то, что их тренирует. Вот, тут немножко я график покажу вам, то есть кривая сила и скорость, это, скажем, этот график я взял у Костаса Хацикристоса, который тренирует по физической подготовке команду ЦСК. Вот, здесь по одной оси у нас идет кривая сила, по одной оси идет, скажем так, скорость, кривая скорости. Вот, и здесь у нас зоны, скажем, интенсивности. Ну, думаю, ни для кого не секрет, что если мы говорим про скорость, если мы говорим про скорость, то у нас она зависит, скажем так, если мы относительно загрузки, относительно мощности, то у нас идет скорость, максимальную скорость мы развиваем без какого-либо внешнего сопротивления, то есть, когда мы преодолеваем, например, сопротивление собственного тела, веса собственного тела. И, опять же, если у нас увеличивается загрузка, какие-то внешние факторы на нас влияют, то мы уже больше проявляем силу, но наша скорость уменьшается. Скажем так, если мы сравним скорость элитных атлетов, если мы говорим про спринтеров, мировых рекордсменов и чемпионов, то у них скорость порядка 10 метров в секунду. Хороший атлет развивает скорость 8 метров в секунду. Величайшие атлеты, которые поднимают самые большие веса, их максимальная скорость составляет 2 метра в секунду, если мы говорим про именно максимальную загрузку. Соответственно, у нас есть три компоненты тренинга. Это то есть сила, скоростно-силовые упражнения и скоростные упражнения. И здесь, если по-английски говорить, что, вот я сейчас мышкой веду, это максимальная сила, максимум стрейнг, что в нее, понятие, выходит? Пауэр лифтинг, то есть это люди, которые поднимают большие веса с маленькой скоростью. И олимпийский лифтинг. Это меньшие веса, но это, скажем так, взрывные подъемы. Это то, о чем мы сегодня поговорим, потому что это одна из частей программы по плеометрике. Со средней загрузкой у нас уже идут прыжки с сопротивлением, то есть, когда мы, ну, раньше это называлось, там, прыжки со штангой на плечах, сейчас мы немножко это по-другому смотрим, это тоже будет показано. Также работа с метболом и чистая плеометрика. Вот, и последний этап, где мы самую максимальную скорость можем развить, это у нас, собственно говоря, спринг с места, это у нас прыжки с последующими движениями, это у нас чистый спринг, где мы ускорение делаем, и футверк, так называемая, это у нас работа ног, это работа ног, которая направлена на совершенствование нашей ловкости. Вот, ну, давайте теперь непосредственно перейдем, вот, Майкл Бойл очень интересно поднял такой вопрос, что, что важно, скорость или ускорение, что мы измеряем, что для нас важнее в баскетболе, скорость или ускорение. Кто более успешен в баскетболе, кто быстро, кто быстро бежит или тот, кто лучше ускоряется. Когда мы с Димой Шумихиным работали, был такой момент, что смотришь игру, и было много таких ситуаций, когда человек, люди стартуют с одной точки, например, они в транзитную защиту бегут, из нападения в защиту. Один игрок нападения, один игрок защиты. И четыре шага ты смотришь, у одного игрока преимущество полтора метра. И они бегут дальше с одинаковым усилием до следующей половины площадки под кольцо. И видно, что эта дистанция сохранилась. То есть то, что было выиграно, скажем так, на первых трех метрах, это преимущество сохранилось. То есть, соответственно, нам интереснее будет рассматривать скорость не с точки зрения того, что человек бежит по дистанции, а именно с точки зрения того, насколько человек может быстро ускориться. Вот. И сейчас мы, скажем так, опять Майкл был очень интересную программу для развития линейной скорости. Вот. Что касается этой программы конкретно. Что, в первую очередь, каждой тренировке предшествует 15-минутная разминка и плеометрика. О плеометрике мы поговорим позже. Такая последовательность, по его мнению, обеспечит максимальную подготовку мышц к работе на линейную скорость. Программа состоит из трех этапов, а они разные по интенсивности. Первый этап – это у нас не соревновательная скорость, где мы просто делаем ускорение. Второй этап – это частично соревновательная скорость, где, скажем так, мы по какому-то внешнему сигналу делаем ускорение. Вот. И третий этап – это у нас будет соревновательная скорость, где, в этапе соревновательной скорости, где уже у нас будет партнер, который будет составлять нам конкуренцию, где мы будем соревноваться. Для чего все это делается? Если у нас на первом этапе не соревновательная скорость, ускорение у нас идет от трех шагов, о чем я в видео потом покажу. Последовательность у нас идет такая, что сначала мы встаем, как на опору, немножко приподнимаясь на носках, потом у нас идет падение, и мы начинаем свое ускорение. Какой здесь акцент? Акцент, в первую очередь, на технику старта, на скорость первого шага и мощность отталкивания. Очень важный методический момент, что в этот момент должна быть очень активная работа рук, потому что если мы будем работать активно руками, мы гораздо лучше будем разгоняться. И опять особенность первого этапа, что мы бегаем не в полную силу, скажем так, не в 100%, потому что это не соревновательная скорость, а мы можем развивать скорость 80-90% того, что мы можем. Число ускорения равняется 6, то есть это 3-5 шагов. Работа достаточно интенсивная, поэтому она не может быть очень длительной. Вот здесь, скажем так, демонстрация именно, что человек сначала стоит, потом человек падает, и при падении он начинает свое максимальное ускорение. Переходим ко второму этапу. На втором этапе мы тренируем уже короткую соревновательную скорость. Вот, количество ускорений у нас опять остается, и дистанция остается неизменными, растет только скорость. То есть мы добавляем небольшой соревновательный компонент, мотивационный. Например, у нас человек стоит на определенном расстоянии от нас и держит мяч. В момент, когда он падает, мы можем сделать, что два мяча у нас в руках, влево и вправо, и в стороны. В какую сторону мы можем побежать еще, что момент соревновательности присутствует. То есть задача у человека быстро поймать мяч. Также мы тренируем эти ускорения. Это и для детей, и для более позднего возраста. Третий этап – ускорение в парах. Старт осуществляется из разных положений – лицом, стоя спиной, боком. Честно говоря, достаточно очень простая концепция, потому что нас учили так в детстве, мы когда в школе учились, в середине 70-х годов нас так учили ускоряться. Мы постоянно на каждом уроке физкультуры, на каждой тренировке легкой атлетики, мы занимались именно вот этим. Я считаю, что это базовая опять же вещь. Максимальные усилия в этих упражнениях достигаются за счет того, что у нас есть эффект соревнования, каждый хочет победить. Дистанция ускорения от 10 до 20 метров. Каждый этап примерно длится 3 недели. Программа развития скорости дает отличный эффект, если сочетается с правильной разминкой и обязательно с правильной составленной программой развития силы, в особенности силы нижней части тела, а также с прогрессирующей программой плеометрики, о чем будет позже. Силовые тренировки рекомендуется проводить 2 раза в неделю. Здесь я пишу про объем, что имеется в виду под объемом и интенсивностью. Что определенно, что, например, если мы берем период вне сезона, что у каждого тренера есть, скажем так, микроциклы, где мы тренируем или объем, или интенсивность. Что понимаем под объемом? Что, например, мы в силовой тренировке делаем такие веса, которые мы можем поднять 10-12 раз. Здесь у нас увеличивается объем, уменьшается интенсивность. И когда мы увеличиваем интенсивность, это больше силовая работа, мы работаем с такими весами, где у нас поднимаем мы 3-6 раз. Соответственно, у нас здесь высокая интенсивность. Но мы не можем увеличивать одновременно и объем, и интенсивность это приведет к перетренированности, перетренированность идет к повышенной опасности травматизма. Вот. Ну, скажем так, мощность – это скорость плюс силы, ни для кого не секрет. И смотрел программы, скажем так, детского спорта в той же Шотландии, потому что, я не знаю, может быть и у нас есть, я не видел. Но там было все очень четко, интуитивно понятно. И что скорость, вернее, сила – это то физическое качество, которое может развиваться у детей, начиная с двух лет и кончая 21 год плюс. Всегда этому уделяется самый большой фокус и всегда этому уделяется самое большое внимание. То есть силу мы тренируем всегда. Вот. Если скорость мы тренируем в определенные сенситивные периоды, то сила у нас тренируется всегда. И мощность у нас, если мы не берем первый период, там, до шести, до семи лет, тренируется тоже всегда. И очень важно, что понимать, что увеличение силы всегда происходит для производства мощности и скорости. Потому что сила сама по себе, она не имеет ценности, если мы не умеем перенести эту силу в мощные и скоростные движения. Вот. И, опять же, по мнению Майкла Бойла, я с ним полностью согласен, что это, опять же, работа во всех трех зонах интенсивности, о чем я говорил выше, что должна состоять из трех частей. Из каких частей? Это плеометрика, это работа с медболом, то есть работа средней загрузки, потому что медбол считается небольшой средней загрузкой. И олимпийский лифтинг, это, то есть работа с большими весами и взрывной техникой. Вот. Что касается плеометрики. Плеометрика – это метод тренировки, в первую очередь, скорости, который разработал Юрий Витальевич Верхошанский на стыке 60-х, 70-х годов прошлого столетия. Вот. Это до сих пор, я считаю, самый прогрессивный, самый мощный метод тренировки именно скорости. Вот. И я объясню, почему. Потому что он называется ударный метод. В видеопрезентации я даже поясню, почему это ударный, чтобы это все было наглядно. Но фишка метода состоит в том, чтобы у человека при его перемещении, мы говорим о перемещении на ногах, был минимальный контакт с поверхностью, от которой он отталкивается. То есть мы должны это стимулировать. То есть должен быть очень жесткий контакт, должна быть очень жесткая реакция опоры. Именно поэтому плеометрика считается достаточно опасным. С точки зрения травматизма, видным совершенствование скорости. Но для того, чтобы снизить влияние этой опасности, у нас для этого есть определенные инструменты, которыми мы можем овладеть и которые могут, с одной стороны, улучшить нашу представленность как атлета, то есть это скорость, и с другой стороны, поможет нам избегать травм в дальнейшем. Тут я немножко про терминологию пробегусь, чтобы объяснить, что джамп – это у нас отталкивание и приземление с двух ног на две ноги. Хоп – это у нас отталкивание и приземление с одной ноги на одну ногу. Баунс – это у нас отталкивание с одной ноги и приземление на другую ногу. Скип – это отталкивание с одной ноги, при том, что обе ноги у нас находятся на поверхности. То есть, в момент, когда мы взяли ноги на поверхности, мы одной ногой толкаемся, другой ногой, например, делаем марш. Стик – контролируемое приземление, и федал – это у нас барьер. Что касается интенсивности работы на плеометрику, то мы допускаем, Майкл Белл допускает в своей программе до 100 контактов в неделю. Одно приземление приравнивается к одному контакту. Делаем мы от двух до четырех тренировок в неделю, это имеется в виду момент off-season, то есть вне сезона, потому что в сезоне каждый тренер должен для себя учитывать, что у него есть тренировки баскетбольные, где люди прыгают, там в контакте прыгают, приземляются и так далее, тому подобное, что может быть даже это стоит снизить. При четырех тренировках очень важно чередовать линейный и латеральный день. Линейный – это когда мы тренируем линейную плеометрику, то есть прыжки вверх-вперед, латеральный день, когда мы это делаем боковым способом. И программа, которая запускает плеометрическую тренировку, содержит четыре уровня, и по факту только четвертый уровень является настоящей плеометрикой. Первые три уровня, они необходимы для того, чтобы подготовить организм и все функциональные системы, и мышечную систему, и двигательную систему для того, чтобы мы смогли эффективно использовать именно настоящие плеометрические упражнения. Здесь нет периодизации, потому что, собственно говоря, если мы будем торопить события и не будем перескакивать с этапа на этап, не освоив предыдущий, то мы, можно сказать, что официально свалимся в неправильную технику и, соответственно, повысим риск травматизма, потому что, еще раз говорю, что плеометрика – это очень интенсивная тренировочная программа. Ключевой момент, еще хотел обратить внимание, что это техника приземления. Как человек приземляется? В первую очередь, меркой качества приземления – это может быть тишина, то есть человек должен приземляться тихо. Если он приземляется громко, я думаю, все сталкивались с этим моментом, что у нас не сработали, скажем так, тормозные системы, то это очень плохо, это очень влияет и нагрузка на колени, на коленный сустав увеличивает, нагрузка на поясничный отдел, те суставы, которые, скажем так, те позиции, которые обеспечивают стабильность нашего тела. Вот, и опять же, методическое указание, что если мы не освоили предыдущий этап, то мы не переходим к следующему этапу. Итак, первый уровень – это у нас идут прыжки на тумбу. Здесь мы учимся отталкиваться от земли, и приземление у нас здесь наименее в щедящей форме. Почему в щедящей? Потому что здесь практически отсутствует эффект гравитации, то есть эффект силы тяжести. Когда мы приземляемся на тумбу, у нас практически минимальное движение вниз. Вот, по количествам, то есть бокс-жамп – это прыжок на тумбу, 3 серии по 5, прыжок с одной ноги на тумбу, 3 по 5, это на каждую ногу. И у нас латеральные прыжки, то есть латеральный, медиальный прыжок по 3 прыжка, 3 серии, 6. И так называемый баунд у нас идет. Извините, что на английском пишу, но так вот получилось. И, собственно говоря, баунд, то есть прыжки у нас в сторону, с одной ноги толкаемся на другую, приземляемся, 3 по 5 каждой ногой. Очень важный момент, что когда мы выполняем баунды, прыжки с ноги на ногу, у нас стопа должна смотреть вперед. Не влево, не вправо, а вперед. На этом концентрирует свое внимание. Когда мы этот уровень освоили, то есть мы можем, в видео я покажу, как это все делается, мы освоили этот пример, то мы можем переходить ко второму уровню нашей программы. То есть вот сейчас это картинки, как мы запрыгиваем. То есть если посмотрим, это просто прыжок на одной ноге, это латеральный прыжок на одной ноге, даже медиальный, а это у нас приземление. Такую позицию мы должны приземляться мягко и четко. Это у нас, мы показываем баунд, то есть прыжки с одной ноги на другую. Стопа смотрит четко вперед. Второй уровень. Мы уже добавляем немножко гравитацию, то есть добавляется сила тяжести. Присутствует и горизонтальный, и вертикальный компонент, потому что мы уже перепрыгиваем через препятствия. Но стик это у нас мягкое приземление четкое. То есть мы делаем то же самое упражнение, только у нас добавляется именно мягкое приземление. Вот примерно перенос тела через барьер и мягкое приземление. Это уже боковые прыжки. Третий уровень. Это прыжки второго уровня, но мы уже не просто останавливаемся, и только после остановки мы, после приземления мы начинаем делать следующий прыжок. А у нас немножко динамика добавляется, добавляется смена эксцентрического сокращения на концентрическое, то есть смена негативной фазы на позитивную. И это уже приближено к реальной палеометрике. И добавляем подскок. Упражнения те же самые, зировка написана. И четвертый уровень, это уже реальная палеометрика. То есть опять же, это у нас начинаются взрывные контролируемые и продолженные движения. Также мы прыгаем через барьеры. Опять же, барьеры всегда у нас подбираются таким образом, чтобы мы могли качественно перепрыгнуть, потому что акцент у нас идет в первую очередь на том, что мы должны максимально быстро оттолкнуться от опоры. То есть если мы прыгаем с земли, перелетаем через барьер, перепрыгиваем, мы должны минимальное время контакта с поверхностью, и тут же мы обратно выпрыгиваем. Упражнения те же самые. Добавляется еще пауэскип, но это, как я бы сказал, что это не прыжки в шаге, мы называли это многоскоки. В видео это будет все показано, демонстрация. Вот прыжки в шаге, вот это, скажем так, баунды, просто из стороны в сторону, под углом 45 градусов. Вот еще один момент хотелось бы сказать по поводу рекомендации этой программы. Сразу скажу, что это программа базовая, и освоив, если вы сможете освоить эту программу, то дальше уже там усложнять можно бесконечно, добавляя разные вариации прыжков и так далее. Вот, то есть прыжок вперед, тут же прыжок в сторону и так далее, тому подобное. И говоря о плеометрики, очень важно помнить, что больше это не значит лучше, что ни в коем случае нельзя превышать рекомендованную нагрузку количество дней, причем что это во внесезонной подготовке. Вот, потому что, скажем так, действовать нужно в этой ситуации очень интеллигентно, подбирая нагрузку и подбирая, что особо фанатирующие, как говорится, атлеты, тут здесь это не место для фанатизма, очень важно, очень важно четко соблюдать дозировку и очень четко соблюдать технику выполнения упражнений. Только тогда она может принести максимальный результат. Вот, теперь переходим ко второй части, медбол. Это у нас, скажем так, средняя загрузка. Вот, ну что можно сказать про медбол? Это самый простой и безопасный инструмент для развития мощной пространственности всего тела. Ротационные мощности, то есть перемещение тела, передвещение, скажем так, бокового. Вот, мощности передней части нашего кора, то есть, как говорят, пресса. Ну, ключ тренировки с помощью медбола – это возможность развивать мощность внутренней и внешней ротации тазобедренного сустава и перемещение этой мощности от поверхности, именно я имею в виду, от земли, если мы находимся на земле, от поверхности через кор, дальше в руки и к мячу в пространство, то есть мы сообщаем эту энергию. Очень важный момент при этой тренировке, что ошибочно думают, что развивать можно ротацию кора с помощью этих упражнений, потому что мышцы кора, они обеспечивают стабильность, то есть их задача состоит не в том, чтобы увеличить, скажем так, амптуру движений у нас там в поясничном отделе, а наоборот, не допустить излишней ротации этих мест с целью стабилизации. Также тренировка с медболом обеспечивает конвертацию в полезную мощность тех упражнений на кор, базовых, в которых были достигнуты стабильность и мышц кора. Вот здесь рекомендации по подбору веса для медбола. Тут мы все упражнения делим на те, которые выполняются из положения, скажем так, мяча, плечей и ниже, это у нас здесь, соответственно, в зависимости от веса атлета. Не надо думать, что мы какие-то там великие веса должны при этом использовать для медбола. Нет, тут, скажем так, преимущество работы с медболом состоит именно в том, чтобы максимально запустить скоростную составляющую или мощностную, нежели какие-то там большой вес мяча взять. Вот. Какие преимущества у нас в тренинге с медболом? Позволяет использовать стартовые позиции, присущие вашему виду спорта. То есть, опять же, когда мы составляем программу с медболом, мы можем спрогнозировать те позиции, из которых для баскетболиста самые полезные вещи могут происходить. То есть, куда он может стартовать, как он может давать передачу и так далее и тому подобное. Я думаю, что никому-то надо объяснять базовые вещи. Вот. Ну, как я уже говорил, что это отличный переход от обычных упражнений на кор к упражнениям на мощность, которые проводятся через эти мышцы. То есть, это плеометрика, по сути, для мышц облизаторов кора и вращателей тазобедренного сустава. То есть, приводящие и отводящие функции мышц тазобедренного сустава. Ну, и он отлично обучает суммированию скорости. Вот. Какие еще плюсы? Что не нужен партнер, только мяч и стена. И плюс ко всему, это является отличным инструментом для кондиционной работы. Вот. То есть, это на кондиционную работу тоже может быть использовано. Какой-то такой методический момент при тренировке с медболом. Человек должен не просто его кидать, этот мяч, а он должен для себя понимать, это мотивационный момент, и это заставляет человека двигаться с максимальной скоростью. Он должен бросать или бить этот мяч так, будто он хочет пробить этим мячом стену, или чтобы мяч порвался или разбился. Вот. Тогда, представляя мысльно себе такие моменты, он может достичь гораздо большего. Вот. Дозировку. Выполняем три сета по десять повторений. Когда это происходит? Ну, обычно происходит в конце тренировки, потому что, насколько... Даже я смотрел программу, там, команда ЦСК тренируется в их, скажем так, сезонной нагрузке. Они выполняют эти упражнения в конце функциональной тренировки, когда они тренируются в тренажерном зале. Вот. Ну, тут немножко спецификация по броскам. То есть, броски делятся по видам по направлению. Боковой, прямой, ротационный. То есть, где мы еще разгоняем мяч. И у нас в руках именно идет движение, например, сливаем направо. Вот. По месту выброса. Это над головой, от груди, от пояса между ног. И по положению тела, по движению тела. То есть, либо мы это делаем с места, либо мы это делаем после шага или шагов, то есть с разгоном. Либо мы это делаем, стоя на одной или двух ногах. Вот. Переходим к олимпийскому лифтингу. Вообще, по мнению многих людей, и это все подчеркивают, что это, пожалуй, самый алюстративный метод для повышения мощности атлета. Ну, соответственно, это очень предъявляет большую требовальность к технике выполнения упражнений, потому что это критически важный аспект. И требуется обязательно надзор тренера по физической подготовке, который контролирует технику выполнения упражнений. Опять же, когда мы говорим, что если человек выходит работать с большими весами, мы должны понимать, что в первую очередь важна техника. Если нет техники, то это всегда ведет к дисфункции, а дисфункция всегда ведет к травматизму. Мы должны это четко для себя понимать. Вот. И такой момент, что базовая парадигма, что если ты не готов выполнять данные упражнения, в этом ничего страшного, есть более здоровые альтернативы тренинга, это плеометрика и тренировка с метболом. Вот. Ну, опять методические, скажем, моменты. В первую очередь, тренируется техника движения. Атлет должен знать, как выполнять движение с правильной технику, и только потом добавлять вес к снаряду. Нарушение правил ведет к травмам. Для повышения выносливости, для тренировки силовой выносливости этот метод не подходит. То есть рационально использовать его для развития мощности с небольшим или средним количеством повторений, до 10. Вот. В олимпийском лифтинге место расположения, скажем, если мы говорим про гриф, то это на уровне колена чуть выше колена. То есть мы все знаем, что в тяжелой атлетике рывки, толчки, мы поднимаем штангу снизу. Здесь в этом нет никакой необходимости, особенно для баскетбола. То есть здесь нас интересует, в первую очередь, развитие мощности задней цепочки. У нас идет задняя поверхность бедра, бицепс, ягодичные мышцы и мышцы-разгибатели спины. Отсюда идет основной, скажем так, взрыв, и основная мощностная составляющая уходит именно отсюда. Вот. Упражнения, опять же, и альтернативы. Но основное упражнение, лично я бы сказал, что основное упражнение – это хэньклин. Это, то есть, по-русски говоря, это взятие штанги на грудь. Из положения грифа, чуть выше колена, мы с помощью взрывного движения, оно у нас появляется на груди. Хэнькпул – это у нас уже альтернатива. Это частичное взятие штанга, только подрывается с места. Она предъявляет гораздо меньшие требования с точки зрения технического обеспечения. Вот. Дамбл – это у нас гантели. Взятие гантелей на грудь. То есть, если мы поднимаем две, то у нас называется взятие гантелей на грудь. Это уже, я бы сказал, тоже альтернатива. Если у нас, например, нету грифа, то мы можем с помощью гантель свою мощность тренировать именно в таком стиле. Дамбл – значит, у нас рвок одной гантели. На сегодняшний момент я считаю, что самое популярное упражнение по двум причинам. Что, во-первых, оно достаточно доступно, то есть для этого нам нужна всего лишь гантеля. И, во-вторых, это упражнение, оно очень легко для освоения. Вот. То есть оно не предъявляет больших требований к технике и в то же время позволяет нам эффективно тренировать нашу мощность. Ну и кэтлбелл-свинг. Кэтлбелл – это у нас гиря, а свинг – это у нас раскачка. То есть раскачка гири, тоже покажу в видеопрезентации, как это упражнение выполняется. Это самое простое упражнение. Его выполняют даже, скажем так, люди преклонного возраста, те, которые тренируют мощности в 60-70 лет, они могут выполнять упражнения в тренированном зале. Это что касается именно трех, скажем, трех компонент именно развития мощности и скорости, о которых я говорил. Это, то есть, напомню, плеометрика, это у нас метание толпы, метбола, и это у нас олимпийский лифтинг. Теперь мы перейдем немножко к ловкости. Вот. Ну что такое ловкость? Нет однозначного понятия в нашей литературе. То есть читал я по-зациворскому, то есть физические качества. И он очень, скажем так, он не сильно акцентирует свое внимание на определении ловкости. Но я думаю, что это нам и не надо, что это способность атлета выполнять сложные координационные движения. Вот. Движения можно разделить на два типа. Это стереотипные, я думаю, что понятно для каждого человека это типа бег и ходьба. И не стереотипные, это то есть какие-то узкоспециализированные движения. Ну, соответственно, можно сказать, что движения в баскетболе, если это не ходьба и не бег, то они являются не стереотипными. И мы можем тренировать их для того, чтобы успешно совершенствовать, чтобы наше представление в игре становилось от этого только лучше. Вот. Ну и тут мы немножко поговорим о том, что характеризует движение. Там что три параметра. Точность пространственных характеристик, точность временных характеристик и точность силовых характеристик. Соответственно, по Зациорскому точность движения это степень соответствования требованиям двигательной задачи. И это является вторым мерилом ловкости. Вот. Теперь мы поговорим, какие бывают движения. Вот. Мы можем их разобрать по, скажем так, по частям. Это направление. Вперед-назад, боком, кругом, с изменением направления. То есть, опять же, когда мы можем составлять программу по развитию ловкости, мы можем понимать, куда мы двигаемся. Движение этой спиной вперед, движение лицом вперед, боком или там под углом. Вот. Скорость. Это у нас, мы понимаем, пешком, легкий бег, ускорение, замедление. Опять же, тут, ну, про пешком, про легкий бег мы не можем говорить, но мы можем говорить про баскетбол и про смену ритма. То есть, мы можем бежать очень быстро, мы можем резко останавливаться, менять направление, менять скорость и так далее. То есть, это очень актуальные вещи для баскетболистов. Виды передвижения. Опять тут я немножко английские слова написал. Хоп. Это, напомню, это прыжок. С одной ноги толкнулись, на эту же ногу приземлились. Скип. Это. Шафл. Это как слайды. Все равно, что просто это были общие определения. Это приставной шаг. Кариока – это скрестный бег. А лиха – это называется беговой шаг, так называемый. Что в английской технологии это звучало именно вот так. И еще одна характеристика движения. Бывают симметричные движения по локомоциям и асимметричные. Асимметричные – это когда обе ноги выполняют одно и то же движение. А асимметричные – это одна нога выполняет одно движение, другая нога выполняет другое движение. Ну и тут опять же методические рекомендации по поводу тренировки движений, то есть тренировки ловкости. Как обычно мы идем от простого к сложному. Сначала мы осваиваем простые движения. Кто освоил бег, остановки и так далее, переходит уже к более сложным. Скипы и так далее. Применяем разные виды движения и, скажем так, совмещаем их. Что это может быть бег спиной вперед, остановка бег лицом вперед. И так далее. Вариаций множество. Для того, чтобы для усложнения упражнения, для улучшения качества физической ловкости, мы можем использовать зеркало или партнера для того, чтобы повторять и делать движения, которые, например, делает наш партнер. Мы можем повторять движения, которые он делает, мы можем делать движения наоборот. Если он делает шаг вперед, мы делаем шаг назад. Или наоборот, мы делаем шаг вперед, мы делаем шаг вперед. Плюс ко всему, мы можем включать в эти упражнения ловлю мяча. Также, опять же, для баскетболиста очень актуально, например, когда он делает какие-то определенные координационные упражнения, то мы можем добавлять ведение, мы можем добавлять передачи, мы можем добавлять ловлю. Это только совершенствует, скажем так, нашу ловкость, совершенствует наше умение. Использовать повороты на 180, 360 и другие виды градусов. Применять отягощение резинки медбола для усложнения данного упражнения. Как пример, можно использовать гантели асимметрично. Когда мы тренируем какое-то движение, у нас одна рука может идти в сторону, другая рука идти вверх. Гантели не тяжелые, там, предлагаем, по два достаточно для того, чтобы применять данное упражнение. Ну и, соответственно, какие физические, не то что физические качества, а какие у нас движения связаны с баскетболом и с ловкостью. Ну и самые ключевые – это умение ускоряться. То есть умение замедляться, потому что можно ускориться так, что и не остановиться потом. Умение изменять скорость и направление движения и умение совмещать все эти, скажем так, эти движения вместе. То есть изменение направления, изменение скорости, остановки, ловля мяча, передача мяча. Все это и есть, собственно говоря, то, что составляет баскетбол и умение играть в баскетбол. поэтому это для баскетбола это очень важный момент ну и подводя скажем так и все это только гармоничное развитие физических качеств быстроты власти способна поднять игрока на новый качественный уровень спасибо большое за внимание вот здесь я написал скажем так те источники которыми я пользовался при составлении данной программы теперь теперь мы перейдем к видео вот меня слышно да все отлично хорошо барин вот теперь видео скорость скорость какие мы какие моменты хочу на какие моменты хочу обратить ваше внимание ну тренировка скажем так и техники скорости начинается вот с таких простых упражнений вот смотрите первое упражнение то есть мы стоим около стены опершись на стену рукой вот мы делаем так называемые удары почему я хотела подчеркнуть слова плеометрика и ударная методика потому что если разговаривать с легкоатлетами на эту тему что они говорят что это что толчок земли подобен удару то есть мы все знаем прекрасно физику что сила реакции опоры одной стороны она пропорционально площади опоры то есть чем больше мы обопремся на опору тем сильнее она нам даст отпор и во вторых собственно говоря с чем с большей силой мы на эту опору придем почему метод назад ударным тем мы сильнее сможем вытолкнуться от этой опоры вот есть акцент идет именно на скажем так длительность контакта он должен быть минимальный и максимально мощный вот мы сейчас видим как замедленной съемки замедленной съемки человек делает толчок то есть это вот базовое упражнение где мы можем опять же отрабатывать увидите благодаря чему то есть человек перескочил благодаря чему в этот молодой человек и отталкивается от земли что он просто это ударная техника он ударяется и у него тело автоматически идет вверх так называемая реакция опоры происходит идем дальше это бег около стены и очень скажем так это такая техническая деталь технический нюанс очень важно ее подчеркнуть я думаю что кто знает хорошо кто не знает тем будет полезно когда мы тренируем скорость или мы делаем беговые упражнения например бег с подниманием бедра очень важно мощно отталкивать момент и второй момент это когда еще только скажем так по когда уже одна нога оттолкнулась и идет вверх то вторая идет приземляться смотрите пожалуйста сейчас он пойдет вот он бежит быстро да а теперь смотрите когда он оттолкнулся вторая нога от момент уже идет вниз то есть максимально короткий контакт вот сейчас он медленно покажет у него есть безопорная фаза и вот этот этот момент очень важно поймать следующий момент скажем так все мы знаем беговые упражнения которые скажем мы используем в разминке но не все мы иногда понимаем методически для чего они нужны вот вот скажем так важно интересное упражнение для развития скорости это бег с выносом прямых ног вперед и опять же от мощности отталкивания зависит стиль выполнения упражнения сейчас это идет не мощное отталкивание здесь очень мощно работает мышцы задней поверхности бедра вот и первое упражнение то у нас переход именно от это вот обязательно тело должно у нас быть вертикально вверх очень часто ошибка это человек заваливает плечи назад нет у нас должно быть ровно мы держим те четко и при этом у нас идет мощное отталкивание скажем так ногой вот выносом прямых ног вперед и степенным переходом на более мощный выносит ног вперед посмотрите как они делают здесь переход в ускорении это тоже очень важно вот смотрите вот люди тэн 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 идут 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 и потом у них идет переход ускорения тоже хорошее упражнение которое поможет развить вам именно скорость и теперь вот то же самое что мы видим сначала с маленькой амплитудой потом мощность отталкивания увеличивается а может мощность отталкивания это тоже ключевой момент именно в тренировке скорости вот если мы вернемся чуть-чуть назад очень важный момент и мы можем совмещать сначала у нас идет мелкая скажем так мелкий шаг потом идет более крупный это переходит в ускорение это тоже метод тренировки скорости вот очень важно он позволяет именно скажем так на уровне мозга освоить это движение то есть постоянного планет таких упражнений позволит вам совершенствовать свои скоростные качества вот это о чем я еще говорил что вот сейчас это у нас лукас вилар тренер команды баскония по физической подготовки вот материал его тоже использовал его лекции он как раз очень важный момент что так называемые ускорение с сопротивлением то есть это либо был может быть ускорение с места сцепка должна быть обязательно жесткой то есть мы стараемся использовать не резину потому что она гибкая у вас усилия постоянно меняется а именно желательно чтобы это было скажем так не растягивающаяся сцепка раз и желательно лучше всего если бы это был какой-то там вес то есть обычно говорят что возят за собой сани именно за собой потому что руки играет ключевую роль в разгоне и мы должны это понимать то есть либо это просто ускорение с места либо это сначала человек просто бежит и потом как видите он очень мощно выносит бедро делает ускорение вот ну теперь то что программе плеометрики о которой я говорил то есть у нас здесь четыре уровня четыре уровня здесь просто пройдут упражнения которые покажут на чем делать акцент вот первый уровень это у нас просто мы прыжки на тумбу с акцентом виде в какого в какое положение мы приземляемся и четкое приземление мы только мы это осваиваем и переходим сразу к следующему уровню вот это у нас латеральный боковой прыжок на тумбу это у нас баунды то есть мы прыжки в сторону самый важный момент это у нас именно мы должны приземлиться на прямую стопу здесь у нас уже добавляется гравитация это второй уровень напомню что здесь мы должны четко приземлиться прыжки через барьеры осваиваем технику приземления то же самое одна нога и боковые прыжки будут показывать и опять же прыжки под углом 45 градусов четкая остановка и приземления третий уровень я напомню что у нас добавляются такие мини-баунсы то есть мы потихонечку уже переходим как можно ближе уже к реальной плеометрике то есть как только человек у нас овладеет всеми этими навыками мы уже можем переходить и дальше вот у нас минимальный контакт землей пошел то есть это реальная плеометрика то есть как можно быстрее оттолкнуться акцент именно на этом это реальная плеометрика тем на гостоке которых я говорил но это у нас просто я показываю те упражнения которые можно применять их множество вариаций вот можно все это вот очень очень похожие на баскетбол отдать передачу в отрыв стоя на месте если мы умеем задействовать мышцы таза мышцы кора то они очень хорошо передают энергию нашим рукам и мяч очень далеко летит при этом имеют баскетбольный мяч вот олимпийский лифтинг первое то у нас хорошо обратить внимание это вот в зале выполняет упражнения дети и майк был говорит что у нас у них в зале люди занимаются дети там 10 с 11 лет они уже заниматься олимпийским лифтингом то есть они они им это позволяет этому мальчику 14 лет по-моему он поднимает около 50 килограммов вот и говорят о том что именно мощности можно развивать уже даже в этом возрасте вот вопрос том что самая главная техника торт тренера вот если говорить про девочку она тоже или лет наверно 16 у нее там вес уже даже не 60 килограммов которые мы поднимать то есть это вот называется взятие вот она мощностное упражнение это у нас идет частичные частичное взятие вот можно посмотреть то есть более простое по технике потому что не надо поднимать штангу на грудь это просто вот задача оторвать штангу от бедра и по немножко рычку тир вот тоже самое у нас идет взятие идет грудь то же самое что взятие штанги но здесь уже видите гораздо проще и то о чем вот я вам говорил что упражнение с одной гантели самое простое по технике с одной стороны вот такие усыгновения техники выполнения и при этом достаточно эффективное упражнение на развитие мощности и вот самое простое упражнение это у нас так называемая махигирий еще добавил мощность прыжки то есть прыжки замкнутым грифом тоже видите самое главное акцент на приземление и для силы одной ноги очень важно скажем так прыжки с отягощениями из положения сприт склад такой важный момент баскетболе очень часто применяется раньше говорили как это up and under то есть когда я показал на бросок за шагнул под игрока для того чтобы мощно прыгнуть вот шикарное подводящее упражнение если человек умеет это делать он может хорошо выпрыгнуть сопротивлением и забить мяч кольцо даже находясь в контакте и вот упражнение на ловкость сейчас пошли опять же скажу степ плюс хап то есть здесь идет шаг плюс хоп прыжок на одной ноге и вперед назад боковые круговые движения сейчас появится по ходу буду комментировать просто это то есть базовое упражнение базовые паттерны которые можно тренировать двигаемся мы вперед то же самое мы делаем шаг и и хоп назад то же самое мы делаем шаг и хоп в сторону это скажем так тренируем движение это ловкость то вот двигается также круговой плоскости вот или бежим бежим вперед до перемещения также бегом назад видите бег бег в сторону и вот сейчас смотрите момент вот человек тренер показывает вот он делает движение делает движение обратите внимание да что раз раз что это напоминает если мы говорим про баскетбол вот например движение защитника из из угла под 45 и обратно он смотрит где находится мяч и со согласно положению мяча он может передвигаться то есть его двигательный навык позволяет ему не терять контакт с мячом и у него настолько развиты боковые перемещения что он спокойно и двигаться при этом вот этот круговое движение тоже для нас очень важно тем более что он показывает это человек показывает как баскетболист проходит мерки если игрок идет следом он 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 набегает за слон и вот пожалуйста то есть вот это сам движение шафал это у нас напоминаю что такое ключевое слово это как движение в защитной стойке движение боковое ключевое отличие что при этом движении у нас почему она так называется что многие не перекрещиваются вот мы идем боком то есть это шагом исполнения вот мы идем лицом что это нам дает и когда мы идем лицом это так называемое движение когда мы заканчиваем движение close out вот для баскетбола то же самое вот мы пятимся назад как бы то есть тоже движение вот это движение в круговой плоскости теперь мы соединяем бег и шафл что у нас получается опять же очень интересное движение развивает нашу ловкость развивает наши двигательные навыки и мы можем их применять в игре теперь у нас идет подскок и это упражнение то есть если например взять роман лавров тренер по физической подготовке из баскетбольного клуба сахалин вот он показывал разминку уникса вот то есть они вот это упражнение применяют разминки то есть боковое перемещение и одновременно они делают эти скипа то есть это опять же показывает и вперед и назад а теперь у нас идет тени кариоке то есть бег с крестным шагом и бега то есть мы не просто двигаемся как бы мелким шагом когда мы тренируем свою скажем так ловкость на разминке а мы именно делаем мощные толчки и опять точный толчок он позволяет нам двигаться очень быстро можете посмотреть как это делается теперь человек это делает лицом опять же не просто мы делали такое упражнение на координационной лестнице но это все мы в мелком масштабе скажем так все это быстро быстро мелким шагом а это делается быстро вот человек прыгает и опять же совмещает те же скипы например и и перемещение вот он двигается спиной как мы можем это применить в баскетболе что этот момент очень важен потому что в баскетболе например мы защищаемся мы защищаемся игрок с мячом делает ускорение против нас мы не успеваем перемещаться слайдами соответственно мы что начинаем делать мы с помощью такого перекрестного шага мы делаем ускорение восстанавливаем позицию или то же самое мы делаем если человек меняет направление мы можем спокойно поменять направление таким способом если мы не успеваем просто поменять слайдер и у нас просто примеры асимметричной локомоции почему потому что мы эти упражнения только делаем я думаю что степ плюс капсет делали это просто толчком делаем с одной ноги это опять асимметричная локомоция нам позволяет тоже опять же совершенствовать наш мозг вот благодаря которым мы можем усложнять движение мы никогда из-за этого мы никогда в игре не упадем вот и сохраним свой баланс то есть вот примерно как вот при тройном прыжке то есть я должен надо ноги подпрыгнуть это же ноги приземлиться и после этого толкнуться уже вперед то есть это скип и ран и лицом и спиной или вот например одна нога болит другая не болит одной ногой я шагаю другой ногой бегу это очень упражнение тоже делали мы это считаем как будто бы мы выпрыгиваем сторону баунды перекрестные а какое применение этим всем движения можно найти я думаю что это каждый тренер уже для себя сам решит но это во первых разнообразие тренировки во вторых это людям интересно третьих у людей улучшаются двигательные навыки и еще один момент на котором хотел я заострить свое внимание это база базовые паттерны боковых перемещений то есть то с чего начинаются именно у нас скажем так и боковые перемещения то я считаю слабое место в плане того что методической обученности что у нас особенно в детском спорте у детей эти моменты этим моментом скажем так не уделяется должное внимание то есть освоив эти элементы нам уже будет гораздо легче передвигаться и в защитной стойке и меняет направление то есть имени менять не только направление но и способ перемещения первые базовые это просто у нас шаг кроссовер то есть из этого положения из базового мы делаем резкий и резкую установку дальше у нас идет именно два кроссовера то есть мы сначала делаем один и тут же второй опять же это очень важно при защите с продолжением движения в одном направлении и продолжением в другом направлении вот все что я вам хотел сообщить сегодня спасибо вам большое за внимание спасибо что вы слушали вот если есть вопросы пожалуйста готов вопросы вопросы есть конечно вот один из первых вопросов от романа прыгнул кого по поводу барьеров какое должно быть расстояние между ними почему и почему и почему и такое расстояние между ними но это это все подбирается это невозможно так сказать почему и высота барьера и соответственно расстояние между барьерами но она выбирается индивидуально это индивидуальная работа под каждого то есть у каждого разные физические возможности понимаете когда ты смотришь как тренируются там лучшие спринтеры они прыгают барьеры метр и большее расстояние соответствующее люди которые попроще они поэтому это все достигается только опытным путем это универсальных рекомендаций на эту тему алексей я думаю многие сегодня первый раз услышали что такое стик скажи пожалуйста почему важно почему точнее уделяется такое внимание почему важно приземляться в стик чему важно приземляться в стик вот мне например рассказывали я сам это не видел на ютюбе говорят есть ролик который объясняет почему скажем так очень сильно подверженным подверженным травмам был берег роз потому что свои сумасшедшие проходы сумасшедшие проходы он заканчивал неправильным приземлением то есть это в конце концов усталость на его него появились травма от этого вот то есть умение приземляться это та самая эксцентрическая сила не концентрическая которая нас поднимает вверх или там двигает вперед а это скажем так тормоза об этом у майка бойла очень интересная вещь есть я думаю что особенно это будет интересно тренером женских команд потому что все мы прекрасно знаем что разрыв крестообразных связок коленного сустава это бич женского спорта и многие очень с ними сталкивались у него во первых есть программа реабилитации при этих травмах то есть он скажем так говорит о том что рассказывает почему они это делают объясняют вот я один из моментов как раз это это именно приземление то есть риск скажем так травмы крестообразной связан в первую очередь с тем он говорит называет это так майк бойл говорит у хорошего двигателя или у большого мощного двигателя плохие тормоза то есть человек не умеет останавливаться я думаю что эта проблема объяснимая но она решаема то есть если человек не умеет останавливаться значит соответственно ну тот же например лукас ворот если семинар посмотреть у него на английском но он говорит о том что четко они выполняют например функция кора какая том что когда они делают close out они тренируют именно движение статические на месте с мячом с митболом они делают резкие движения вверх стороны там или это делают с блином для чего при этом стараться нужно оставаться скажем так в балансе потому что когда ты выбегаешь ты же останавливаешься у тебя тело заваливается вперед если если ты свой баланс не удержал то есть тебя мышцы кор оказались слабыми соответственно тебя обыграли ты не успел вместиться назад тут как бы то же самое то есть умение останавливаться это еще плюс ко всему хорошие тормоза ты можешь начать двигаться в другом направлении опять же говорю что всегда если рассматривать это все движение с точки физиологии то все очень просто получается и с точки функциональности что у нас сначала идет тормозящая фаза эксцентрическая потом у нас там пускай там миллисекунды остановка и потом начинается концентрическая фаза вот плеометрика тренирует именно чтобы этот максимально быстрый переход но для того чтобы мы умели приземляться приземляться это очень важный момент я думаю что в баскетболе все прекрасно понимают что если мы акцент сделаем именно это что человек если умеет приземляться особенно это дети если они этому научатся они гораздо меньше будут подвижен подвержены травмам с одной стороны с другой стороны им легче будет начать тренировать все свои зубные движения что касается на плеометрики отрыва ног от земли спасибо большое очень полноценный ответ вопроса дмитрия шумихина у меня не только не столько вопрос просто здесь в чате затронули тему сензитивных периодов и на самом деле насколько вот лишь ты считаешь тема просто настолько в разных источников если вы даже предположим и возьмем одно качество хорошо раз мы говорим сегодня до скоростных качествах можно на примере них сказать насколько сейчас может быть мой вот майкл бойл об этом писал это актуально либо просто много есть те же работы но даже вот у нас там научные работы которые больше говорят о индивидуальных особенностях что меньше нужно смотреть на так называемые вот эти сенситивные периоды про которые говорили там начиная 60-х годов больше говорить об индивидуальных возможностях спортсменов тем более что мы знаем в баскетболе там есть как и акселератор так и ретроданты то есть им нужны абсолютно разные инструменты для развития того или иного качества насколько вообще сензитивные периоды сейчас вообще надо о них говорить и надо ли в принципе что вот может майкл бойл об этом говорю по поводу сенситивных периодов он там не не говорит прямо конкретно какие-то вещи но у него есть книга тоже я только читал перевод переводные выдержки из этой книги они мне очень понятны они мне нравятся то есть почта есть я могу все эти материалы выслать кому надо просто делайте запрос вообще без проблем а вот что касается конкретно сенситивных периодов и так далее то есть опять у меня есть таблица я тоже могу ее выслать и там эти шотландцы потому что но у них это четко все разобрано какие качества там ловить передавать там все это есть потом скорость сила мощность координация гибкость и так далее все по периодам расписано но там ключевой момент на который хочу обратить внимание что как майкл бол говорит об этом что сила она должна тренироваться всегда в любом возрасте ходил я вот недавно на стадион была семья с двумя детьми мальчику лет пять или шесть спокойно семь-восемь раз подтягиваются ну я может быть он конечно талантливый но в нем это развивает самого начала а если человек умеет это делать на говорится на этот фундамент уже можно нарастить все что угодно это как говорится сила верхней части тела есть еще сила нижней части тела и человек как умеет приседать если он в пять лет умеет хорошо приседать и там например смотришь на ди у меня ребенок в семь лет она например она вот этот мяч баскетбольный возьмет и она кидает его между ног как вот показывал медбол у нее идеальная механика уже на сегодняшний момент для этого это хорошо а ты смотришь на 15 баскетболистов просишь его давай как а ты мяч вот из под ног возьми между ног и кинь его вверх смотришь на механику движения и просто диву даешься потому что у него базовый паттерн движения отсутствует а сила она должна тренироваться всегда то есть как сказал майкл бойл про тренировку кондиционную силовую он сказал что сила должна тренироваться и мощность должна тренироваться круглогодично и то есть для того чтобы достигнуть реальных сдвигов в этих показателях нужно минимум два года подряд тренироваться для того чтобы прийти в хорошую кондицию достаточно 30 дней есть постоянный теперь человек который смотрит все лекции это очень приятно и как говорили мои друзья которые тренировались у него и которым он составлял летнюю программу что достаточно делать 30 процентов от того что составляет александр иванович и ты будешь играть сборной это александр сидякин а что вы скажете по поводу сестивных периодов и быстроты но так сложилось то я работал в основном уже с взрослыми игроками уже у меня не было детских команд и я на эти параметры не ориентировался я только ориентировался на конкретно поставленные цели до какого уровня мне надо развивать председанную подготовку и как поддерживать достигнутое в течение сезона я придерживаюсь придерживаюсь такой примерно позиции что в сезоне нужно уже больше заниматься не развитием качеств а удержать хотя бы тот уровень с которым ты вошел в сезон потому что у меня и команды играли на результат а вот если когда работаешь с детскими командами они в основном находятся все время ну так скажем в подготовительном периоде этапе это их все время должен развивать и теперь у меня такой вопрос к алексею я по ходу хотел спросить вот вы работаете над развитием физических кондиций и как вы рассчитываете темпы прироста как вы контролируете эффективность той программы которую вы предлагаете своим воспитанникам потому что на каждого игрока по разному влияют и сами упражнения и интенсивность тех или иных упражнений и надо контролировать может быть для одного одни упражнения будут хороши а для другого не очень и как вы определяете кому оставить эту программу а кому что-то нужно поменять какая у вас система расчетов а можно пока алексей сейчас будет готовить ответ закрыть тему периодов и развитие быстроты мы сами работали довольно долго в спортивной школе глория где вы проводили тестирование если я не ошибаюсь вы приводили такую цифру как 8 процентов прироста скорости игрока даже каждый ежегодно даже если он ничем не будет заниматься потому что ребенок вот я понял вопрос и есть такая программа по контролю за развитием детей дело в том что вот этот госстандарт в котором написаны нормативные требования для того или иного возраста или для того или иного пола там мальчики девочки и есть такие исследования которые показывают что в эти нормативы большинство детей не укладываются потому что они очень для них завышены а все-таки какая-то работа тренера или учителя физкультуры она проделана и вот предложили новую методику расчета в которой говорится что восемь процентов прироста в темпе развития это сама природа дает все что выше это уже работа тренера там если например будет восемь процентов это нулевое участие тренера только мать природа если там девять процентов я сейчас не помню цифру меня там есть записи это такая средняя работа тренера и самые отличные работы тренера где сочетается это природные изменения то что сама мать природа изменила и работы тренера это выше 15 процентов понимаете как и там ну а 12 месяцев да но нужно учитывать это они дают потому что это было исследование проведено в общеобразовательных школах не спортивных и этих специализированных дело в том что зависит от того какие тестовые упражнения вы применяете например если вы применяете тестовые упражнения Я, к примеру, говорю, я этим не занимался, но, к примеру, чтобы была понятна мысль сама, если вы применяете тестовые упражнения приседания со штангой, там можно очень много прибавить за год. А если вы будете тестировать силу мышцы мизинца, там, сам понимаешь, что за год много не натестируют. И тогда там, да, понятно, да? Поэтому вы для своих тестовых упражнений, у вас должна быть своя программа, поэтому я задал Алексею вопрос, какой он использует метод, потому что у меня там есть своя методика, у каждого тренера, потому что процесс развития, он должен быть контролируем, тогда он даст эффект. Понимаете, да? Теперь переходим к Алексею. Александр Иванович, ну мы учимся и учимся, я так думаю, что постоянно, и какие-то новые у нас там мысли в голове появляются, вот. Но у нас же всегда во главе угла всегда стоит атлет. Мы от этой печки и пляшем, я имею в виду, что на одного человека, ну скажем так, действует одно лучше, на другого другое. Кому-то нравится одно упражнение, кому-то нравится другое, поэтому у нас же есть определенный пул упражнений, это опять же наш образовательный уровень, как тренера. То есть там, например, там на силу ног у нас такие-таки-таки упражнения, вот. И, соответственно, исходя из этого, одному одно идет, другому другое идет. И опять же говорю, что мы же не знаем, у нас нет таких данных, например, по генетическому, вернее, генетически предопределенному уровню там мышечных волокон, быстрых, медленных и так далее. Вот. И, соответственно, мы можем только, как говорится, генетику победить не можем, мы можем конкретно в этом случае каждого спортсмена развивать его именно индивидуально. Здесь индивидуальный подход и есть. А системность, Александр Иванович, ну это, как сказать, это моя беда, потому что вот Дмитрий Федосеев, как бы, вот то, что он в этом году рассказывал, то, что он показал, и мне это очень впечатлило, и я считаю, что это тот путь, по которому надо идти. Вот. Я пока что по этому пути не шел, но у меня вот именно в планах именно такое, что я должен каждого игрока отследить по каким-то объективным критериям его физической подготовки, технической и так далее, для того, чтобы уже можно было говорить с ним, скажем так, о предметных вещах. Я ответил на вопрос, Александр Иванович. Старались. Алексей, вы помянули в СУИ, и поэтому вы напросились. Дмитрий Федосеев на связи. Зря ты вызвал Кракина. Пускай так. Привет, привет. Спасибо тебе большое. Значит, Борь, я знаю, что хотел бы тебя попросить. Включи, пожалуйста, микрофон Диме Александру Ивановичу Алексею. Ну, Алексей, не выключай, да. Все-таки мы второй раз эту тему слушаем, да, и, в общем-то, наверное, даже не безосновательно. Я все-таки хотел бы немножко подискутировать. Думаю, что людям будет интересно, неинтересно проголосуют ногами. Ну, во-первых, по сенситивным периодам, значит, все те вещи, которые мы читаем из литературы, хочется надеяться, что они основаны на исследованиях, а не на просто каком-то желании теоретизировании человека созерцательном. То есть, я думаю, предполагаю, что были контрольные экспериментальные группы и выдавались определенные упражнения, значит, 13-летним, 14-летним детям, 16-17, ну, все это возрастной линейки, и смотрели, где прирост при одинаковом воздействии будет больше. И тогда определяли сенситивный период. Сенситивный период – это не тот период, над которым нужно работать в этом возрасте. Сенситивный период – это наиболее благоприятное время для развития этого качества, но это не значит, что в другом возрасте над ним работать не нужно. Это говорится просто, что, ребята, не упустите вот сейчас вот эту возможность. Например, гибкость, да, почему-то все гимнастки заканчивают уже к 17 годам, и с ними разговаривать не о чем потом, потому что, ну, тяжело им там заниматься этими вещами. Ну, это как… Понятно, что, если говорить про анаэробные возможности, то очень сильно зависит от развития сердечно-сосудистой системы, очень сильно от того, насколько человек-коретардант или акселерат, правильно Дима это сказал, да, и аэроб или анаэроб, и если у человека идет функциональная перестройка организма, идет, растет сердце, отстает какой-то другой внутренний орган, например, печень, то разговаривать там про аэробные возможности не приходится. То есть идет скачок роста, когда человеку тяжело и так, а вы его еще будете грузить там большим аэробом, он не покажет большого прироста. Я так думаю, я в суть этих исследований не погружался. Если по этому поводу кто-то что-то добавит, потому что у меня есть к чему дальше перейти, и с Алексеем подискутирует. Да нет, все так. Нет, просто мне интересно, Дим, по поводу аэробики, когда особенно читаешь того же Зацуорского, вот, там есть момент по поводу выносливости, что, как сказать, он говорит, когда ты работаешь в анаэробном режиме, и ты начинаешь тренироваться на недовосновлении, например, то есть ты там, ты сделал работу, грубо говоря, 30 секунд или 40 секунд в анаэробном режиме, вот, и у тебя идет интервал отдыха, делаешь ее одну, ты начинаешь следующий этап работы на недовосновлении, то в первую очередь у тебя тренируется энергетическая система, то есть максимальное потребление кислорода, то есть аэробика, то есть выносливость. И получается, что, грубо говоря, что мы свою общую выносливость повышаем анаэробные нагрузки. Вот. Это очень такой интересный момент, который, честно говоря, для меня раньше был. Очень редко, когда система энергобеспечения работает изолированно. Это очень редкая история. Это понятно. Ну, поэтому, когда ты включаешь, ну, в общем, там физиологию тогда очень глубоко придется сейчас углубляться на эту тему. И тогда нужно звать кого-то из реально сильных там людей, кто бы рассказал про все эти варианты, в том числе и про митохондрии, их размеры, количество и так далее, да, и как это все делается. Ладно, но у меня к тебе вот какой вопрос, да, опять же, в свете последних там исследований, я прослушал шикарный стрим на тему плейметрики, может быть, если кто-то захочет воспользоваться наводкой, у Василия Волкова. Это тренер по физическим кондициям, он работает в основном с представителями единоборств, и мне очень понравилось. Он уже там дискутировал на эту тему с велосипедистом. Так вот, после этого я с ним связался, он мне прислал несколько статей, и я могу там немножко поделиться результатами этих статей. Значит, ну ссылку, ну вы найдете, айтренер называется его аккаунт, айтренер, ведете и увидите. Значит, у него в ютубе очень много материалов, лекций, да, это ученик свилайнов, да. Мне очень понравился, во всяком случае, стилистика изложения и его знания, да, Ну так вот, почему? Ты можешь расшарить экран и показать нам что-нибудь. Кого? Статьи, которые я тебе прислал. Спасибо, Борис Панкратов, за наводку там, да? Да, да, кстати, Борь, да, это ты мне там навел, да. Это действительно... Сейчас я скажу по поводу статей. Сейчас я открою. Вот, видите, плейметрика с резинками, плейметрика разной поверхности, боль на разных поверхностях, обзор на песке и на твердом. Вот одна из них, да. И все на английском языке, поэтому тут бессмысленно сейчас просматривать, но основная история, и я просто рекомендую почитать и посмотреть, значит, о чем говорит. Во-первых, что на песке... Работа на песке намного безопаснее, чем на твердой поверхности. Это понятно, да? То есть основная нагрузка в прыжковой плейметрической работе, она ложится даже не столько на мышечную группу, сколько на связочную, на места прикрепления, на сухожилы, на ахилы и так далее. Соответственно, поверхность играет огромную роль. С точки зрения безопасности. Так вот, эти исследования показывают, что с точки зрения прироста, при одинаково выполненной работе, никакой разницы нету, какую использовать поверхность. Мало того, были исследования, и прошлый лектор сказал, что в воде работая, просто это сложно найти в воде, где можно поработать, да, будет такой же результат. То есть, минимизируя травматичность, например, я пользуюсь на тренировках у себя в презентационной подготовке матами. Я стилю маты такие крепкие, знаете, не мягенькие, от которых тяжело еще столкнуться, а крепкие. Значит, это первая история. Вторая. Тоже на основе исследований. Результат просто говорю, не про сами исследования. Значит, результаты. Работа на одной ноге и на двух, и потом замеряли спринт, да, ну как повлияла взрывная, значит, такая концентрированная работа на спринт. Показали абсолютно одинаковый результат. Вывод. Зачем гробить людей на одной ноге, если на двух работая, получишь такой же результат в спринте. Да, мы сейчас не говорим про то, что мы тоже одной ногой приземление нужно отрабатывать. Я сейчас не про это. Я сейчас ровно про спринт и про взрывные способности, да. Значит, и третье, что хотел сказать, что я опоздал буквально на пару минут. Может быть, ты меня поправишь, мне кажется, что ты немножко зацепил эту тему. Значит, плейметрическая тренировка это частный случай силовой тренировки. То есть, в общем и целом, это силовая тренировка. А силовая тренировка может быть с собственным весом и с отягощениями. Да. Согласен, да? Да, да. Так вот, это к вопросу, Боря, то, что мы с тобой обсуждали, атлетизм или неатлетизм. Все, что касается такой работы, это атлетизм. И плейметрическая работа, это тоже атлетизм. Просто направленность, это концентрированная работа в единицу времени. Ну, проще всего добиться взрыва именно в этой работе. А за счет чего достигается взрыв? За счет усилий даже не столько мышц, а за счет сигнала из головы. Так вот, третье исследование, о котором я хотел сказать, да, говорит о том, что две группы выполняли работу. Одна прыжковую, а другая в тренажерном зале, но с максимальным усилием за минимальное время. Да, жим ногами, например, да, а те прыжки делали. Понятно, что прыжковая работа более опасная, да, чем, например, жим ногами или там присед, там, быстро вставать, да. Так вот, опять результаты одинаковые. Вывод, понятно, да, какой. Особенно для людей, у которых, например, есть некоторые ограничения, они там после операции, там, ну, сезон ведут первые или вторые, чтобы снизить вот эту историю, я имею в виду рисковую историю, да, со стадиона, перенести ее вот либо на другую поверхность, либо на эту. Поэтому я что хотел, Алексей, спросить, потому что, ну, в общем и целом, я понял, что ты действительно там прям в теме и в теме. Насколько ты сталкивался или не сталкивался с такими исследованиями? Вот с такими исследованиями конкретно я не сталкивался, но я только читал, я опять же скажу, что там я читал только, ну, Зациорского, Верхошанского, вот, и опять же, когда Майкла Бойла читаешь, у него там свой практический опыт, вот, хотя он, я тут зацепил немножко у него информацию, что у них, они, как и ты, как и ты, сказал Денис Годлевский, что у них все в Excel, у них все есть, они все, как бы, они свой, как говорится, тренировочный факультет, они ведут от и до, и поэтому информацию НСЮ мониторят полностью. Ну, опять же, говорю, что это ход. Ну, какое мнение, что, безусловно, есть данные такие, есть данные такие, опять же, вот, возвращайся к тому, сказал, что там, тренировка одноногая, тренировка двухногая, разница в спринте нет, вот, но, если мы, безусловно, спринт, это только, скажем так, часть игры в баскетбол, а есть еще много компонентов, нам, нам может быть, и сам спринт, и не очень важен, а именно, что, например, как человек оказался на одной ноге в какой-то ситуации, и он, из этого, из этой ситуации, может быть, он лучше выйдет, если он тренировался на одной ноге, а если бы он на двух ногах тренировался, еще секундочку, да, и еще один, да, нет, я понимаю, и тот же момент, когда там тренеры обсуждают, физподготовленные говорят, а как, что вы даете центровым, что вы даете разыгрывающим, и они говорят, мы большей части, конечно же, даем то же самое, но, безусловно, у центровых, у них больше работы на двух ногах, соответственно, они больше делают приседания, там, трэбар, дедлиф и так далее, они делают это на двух ногах, и они делают одноногую работу, но гораздо меньше, чем это делают защитники, нападающие, потому что у них больше одноногость присутствует в их, скажем так, плейлисте. Но я вот, почему еще все это дело произнес, просто хочу с тобой посоветоваться, и может быть, там и Александр Иванович подключится, и опять же, Дима, вот понятно, что у нас в командах, особенно профессиональных, и у тебя сейчас, да, будет разновозрастная команда, ну, то есть, игроки разновозрастные, и понятно, что памплуа, ты сейчас правильно сказал, да, возраст, вес, соответственно, одно дело, там приземляется задний игрок, там, с 30-сантиметровой тумбы, а другое дело, приземляется, значит, передний игрок, там, со 100 килограмм, с собственным весом, те же самые 30 сантиметров, кость, уже все, кость-то примерно одинаковая, имеет сопротивление, да, свое, как материал, там, ну, плюс-минус два слона, в зависимости от того, у кого какая структура, но тем не менее, вес будет другой, мы все запихиваем на 30-сантиметровую тумбу, а для всех будет колоссальная разница, да, значит, да, так это принадлежный подход однозначно, вот, я все из этих, вот, почитав вот эти исследования, я рекомендую, помимо, вот, учебников, читать конкретно хорошее исследование, там, где есть контрольная группа, и экспериментальная группа, и желательно, чтобы эти группы, кстати говоря, были спортсмены все, а не так, с дивана, как-то не стало, вот, я пришел к выводу, да, что, значит, надо делить эту историю, то есть, если мы говорим про 2-3 тренировки в неделю, то там 4, ну, я считаю, что это просто перебор, то для возрастных игроков нужно уходить в одну тренировку в неделю, а вторую в тренажерный зал переносить, тоже делать на взрывную мощность, но только выносить ее в тренажерный зал, если там есть какие-то уже ограничения, да, ты же не погонишь там всю команду на 150-200 контактах, нет, это обязательно. Поэтому я хотел спросить, ты как, как ты дифференцируешь эту работу у себя? Ну, вот, опять же, говорю, что там множество же составляющих, там составляющие, как бы, какие можно перечислить, ну, например, если мы в сезоне идем, то это, сколько времени отыграл человек, вот, может быть, кто-то болел, может быть, у кого-то была травма, еще что-то, то есть, эти моменты учитываются раз, во-вторых, общее состояние, как ты сам же говорил, что если там игрок поставил себе маленькую оценку сегодня, то у нас все меняется, вот, это тоже обратная связь и учет самочувствия человека, потому что если при плохом самочувствии мы его нагрузим, мы вообще потеряем этого человека, вот, это все имеет место быть абсолютно, и в зависимости от этого, и опять, программа, она есть, и она будет корректироваться только от этого, вот и все, что большой, маленький возраст, подверженность травмы, все, все это комплексная информация, которая учитывается при составлении программной тренировки. Вот по поводу исследований, и тут задали то, что вопрос, что там на сайте РФБ, но как, как говорим мы с Димой, что надо учить английский язык, и как все говорят. На сайте РФБ, кстати, был такой случай, они публиковали видео, человек по физпоготовке выступал, и он, он сказал крамольную вещь для меня, то есть, я, мне это вырубило, я сразу закончил, потому что он там что-то, куча детских тренеров сидела, что-то он там говорил, 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 рассказывал, и потом сказал, что скорость передвижения зависит от частоты шагов, то есть, сила отталкивания, она не важна, я только это услышал, все сразу, раз, офф, пауэр офф, и я пошел дальше, вот, я подумал, что неужели, вот, ну, федерация, она же должна контролировать тех людей, ну, выступают, потому что, там это, этим исследованием уже сто лет, где там, за Циворский, Верхошанский, они написали, что там, у спринтеров они проводили совершенно четкую аналогию, что, например, когда ты был перворазрядником, у тебя было такое количество шагов, такая сила, и такая частота шагов, на 100 метровке, например, а потом ты, когда стал мастером спорта, у тебя количество шагов уменьшилось, частота шагов, в смысле, количество шагов уменьшилось, частота шагов тоже уменьшилась, то есть, и при этом время выросло, то есть, у него мощность отталкивания возросла, и на шага выросла, мощность отталкивания выросла. Частота упала, но при этом скорость увеличилась, поэтому это как по лестнице бегать, можно можно просто сделать тык-тык-тык, как говорится, я имею ввиду, все время говорю, что такое толчок и сила отталкивания. Ты когда по лестнице идешь, ты можешь, например, на каждую ступеньку наступать и очень часто-часто-часто, скажем так, двигаться, или я буду перепрыгивать, но у меня будет мощность отталкивания другая, я же быстрее кажусь вверху, чем тот человек, который на каждую ступеньку наступает. Вот для меня это, опять же, краеугольный камень. Я разговаривал с одним из тренеров, Максим Шарафан, он, кстати, говорит, что зацом, что, во-первых, последние издания никто не переводил на нас, их на русском языке нет. Во-вторых, если говорить про статьи, то весьма много статей по вообще атлетизму есть на Human Kinetics и на Академии Эду, то есть если зайти, можно подскачивать и почитать. Но вопрос от наших слушателей, а есть ли различия в прыжковой работе босиком и в кроссовках, и какая эффективнее? Различия однозначно есть, сто процентов. В кроссовках все это гораздо легче. Вот, но опять же, говорю, что функция глиностопа какая? Она, это сустав, который у нас отвечает за мобильность. Колено это стабильность, тазобедерный сустав и глиностоп это мобильность. Вот, соответственно, если мы работаем, ну, если мы работаем на песке и на мягкой поверхности, то это предпочтительный вариант. Плюс ко всему мы, кроме того, что мы разовьем свои взрывные там скоростные качества, мы еще и укрепим связки нашего глиностопного сустава. В этом смысле различия есть однозначно. Но, опять же, вот еще Дима Федосеев говорил, трона святой, что, вот, правильно делают на мате, что у майка было просто, ну, я на этом внимание не заострял, а то, что, если вы обратили внимание, они все делают, пускай это на искусственной травке, но там они прыгают на тумбы, которые мягкие, это раз, которые обеспечивают мягкое приземление, чтобы лишний раз не травмировать сустав. Браво! И второй момент, то, что они, они же не работают на треке, на дереве или, тем более, не дай бог, на бетоне, а они, они работают на такой достаточно мягкой поверхности, которая тоже способствует снижению, скажем так, нагрузки на суставы, на связь сустава и сухожилия. Ну что, Алексей, спасибо большое! По-моему, было очень интересно познавать, и была шикарная дискуссия после. Спасибо! Вам большое спасибо, что мы выступили. Как обычно, попрошу присылать презентацию, да, чтобы мы могли, все желающие могли ее скачать. Вот, всем спасибо большое, и завтра в 5 часов Даша Шарова и коммуникации, как способ развития игрока, очень актуальная тема, вещь, которая важна особенно, в том числе, точнее, для детских тренеров, которые не понимают, почему дети говорят целый день и не говорят полтора часа в зале. Надеюсь, она нам расскажет, как этим занимаются в США. Все, спасибо большое всем, всем до завтра! Спасибо, всего доброго! Все, счастливо!